18 марта 2022 года. Утро у меня началось в полчетвертого, и до начала восьмого было очень-очень весело. Прилеты были сильные, и, наверное, вы уже смотрели новости, что пострадали люди. Матрас у нас обычно лежит вот здесь, между фортепиано и диваном. Вот вчера мне пришлось его тащить чуть подальше от окошка, потому что нужно было спать ребенку где-то более далеко от окна. Аликс крепко спит, поэтому он ничего не слышал. И ко мне опять обратились за помощью. Чтобы я обратилась к вам, мои дорогие зрители, в шахтерские зори опять приехали люди, много людей, беженцев опять обратились за помощью, за продуктовой, за лекарственной. Свои координаты я оставляю под видео. Под каждым видео у меня есть номер моей карты и номер Юмани, на который можно приводить средства. Также я оставлю координаты волонтера, который помогал мне одно время. И он тоже помогает людям. Его зовут Игорь, у него есть свой канал «Прошел через». И ему также можно переводить средства. Большое спасибо всем, кто помогает, потому что сейчас просто, как вы понимаете, людей вывозят из тех районов, там, где просто сейчас жить нельзя. Там нет ни света, ни воды, ни отопления, вообще ничего нет. Вот сейчас пришло сообщение из Углидара, там город вообще без военных, но там нет отопления, и очень-очень холодно в квартирах, там многоэтажки стоят, уже ноль градусов в жилье, там просто гуманитарная катастрофа намечается. Поэтому, я думаю, оттуда тоже будут вывозить людей, как только это представится возможным. Еще раз большое спасибо всем за помощь. Сбегали с Алексом в аптеку, купили бабушке-соседке лекарства. Мы проходили как раз вот мимо автобуса, накрытым, начало так знатно пахать. Сейчас я забежала, получила свою зарплату, у меня есть наличка, и поэтому я уже могу не снимать с карты те деньги, которые вы мне присылали. И сразу наличку сейчас я ей передам. Сейчас заедут, и деньги сразу пойдут на нужды людей. Но пахает знатно, бежим быстро. У нас в переходе все магазины закрыты. И туалет закрыт. Нет, Алекс. Ждать. Опять, пока больно, вода. Вода закончилась. Потом и мы ждем. Мы сегодня отказались от прогулки, потому что на улице периодически бахает. Решили лучше почитать дома книгу. Для тех, кто беспокоится о том, что YouTube закроет, в описании канала есть все мои соцсети и все рабочие. Я добавила сегодня туда еще телеграм-канал свой. У меня еще есть рутов. Я там, там также Татьяна Постникова. И есть я в Яндекс. Дзене, только этот канал еще не оформлено, потому что я им просто не занималась, завела его давно. Поэтому в любом случае мы не потеряемся. Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники. То, что работает на территории России, пожалуйста. Я также есть в Инстаграме. Я никуда не девалась оттуда, пока он у нас работает. И я там работаю. Поэтому он есть там. Пожалуйста, пишите, если у кого-то есть какие-то вопросы. А мы слушаем. Периодически бахи в разные районы прилетает. В нашем центральном Ворошиловском районе пока все спокойно. Алекс, аккуратно. Будем дальше читать книжку. Мы надеемся, что ночь пройдет тише, чем эта. Всем спасибо за просмотры, за лайки, за то, что делитесь информацией. Еще раз благодарю всех за помощь. Всем пока. Пока-пока.